К чему снится кладовка, например? Если у вас в квартире действительно есть кладовка, да, может такой символ сниться. Иногда это бывает, если в своем собственном доме, это не обязательно кладовка может быть, это может быть чулан, или еще куда складывают, будем говорить, так, ненужные как бы вещи, которые со временем, они уходят на свалку. Они уже не нужны. И выбросить вроде жалко, и в то же время они, думаешь, а вдруг и пригодятся. Поэтому обычно в кладовку складывают вещи, которые, ну, длительного хранения долго не будут они использоваться. Долго не будут, а на всякий случай пускай лежат. Поэтому кладовка, она закрыта от внешних глаз. Поэтому иногда во сне, когда снятся именно вот такие сны, что кладовку вы открываете, и все остальное что-то старое выносите. То есть у вас проявится что-то старое. Женщине долгое время снилась ужасный сон, который ей снилась. Ей снилось, что она открывает кладовку, а там она знает, что там лежат очень много трупов. Очень много трупов, которые она спрятала. И боится, что кто-то узнает, что эти трупы будут выгребать эту кладовку, и эти трупы, они где-то, будем говорить, выявятся. И по закону идут. Они могут по закону ее наказать. Но что интересно, вот эта женщина снилась, вот я просто ее долгое время знаю, поэтому она мне рассказала, что ей всегда вот ужасны вот эти сны, и эпизодически они все время как бы повторялись. Но в последнее время человек работал над собой, человек разбирался в себе. Будем говорить так, это вот, пожалуйста, вам духовный эгрегор, когда человек понимал, что к чему как. И какое-то время ей стали сниться в последнее время сны, что там, открывая кладовку, практически, практически, там уже ничего не остается. Там уже никто его не скроет, никто не увидит это все. Оно уходит, будем говорить, никуда. Она знает, что здесь уже они не проявятся. Это называется отработать свою карму. Насколько, вот что такое трупы? Это то, что когда-то, будем говорить так, человек что-то сделал плохое, и которое должно, будем говорить, проявиться. Будем надеяться, что это не настоящие трупы человек сложил туда. Хотя бывает такое, что вот даже по карте можно посмотреть, что у человека проявляются какие-то очень сложные отношения у женщины и мужчины, могут проявиться. И вот эти сложные отношения, они кармически завязаны. То есть, или мужчина, или женщина могли в прошлых жизнях покончить жизнь самоубийством, вернее, убийством другого человека. Этот человек у него появился в этой жизни. В этой жизни, и там идет кармическая какая-то, вот, будем говорить, разборка. Может быть, у этой женщины, может быть, она отработала свою карму. Может быть, люди, которые у ней она убила, может быть, вполне возможно, потому что это кладовка, это прошлое, это старое, которое может открываться. И, может быть, она отработала именно с теми людьми, которых когда-то в прошлой жизни, возможно, она убила. Или было, ну, будем говорить так, причиной их смерти. Поэтому сны бывают именно вот такие. Почему? Потому что это сны с генетической памятью. С генетической памятью. И в любом случае, если ты причастна где-то или причастен к каким-то убийствам, это завязывается кармический узел. Этот человек может быть с тобой. И даже может быть твоим родственникам, которые у вас могут не сложить соотношения. И вы не будете знать, почему это. Это не только любовное, это не просто начальство, подчиненные или друзья и все остальное. Это может быть именно конкретный брат, сестра, родственник, мама, папа и все остальное. И у вас могут не складывать соотношения именно с ними. И искать причину. Причину всегда можно найти. Кто-то что-то не сделал, кто-то что-то пообещал и все остальное. Нет. Это все недостаточно, будем говорить, для таких вот именно ненависти иногда. Бывает, что за что-то ему не... Да вот, когда-то что-то пообещал, не сделал. Или я ему все делаю, а он так пользуется. Это все как бы вы пытаетесь оправдать. А очень часто бывает, именно если посмотреть по карте, что с этим человеком у вас более круто завязан этот узел. И вы... или вы, или вам что-то. Это опять можно посмотреть по карте. Может быть, именно закончилась жизнь именно этого человека по вашей вине. Такое тоже может быть. А у вас может быть страх в это время. Иногда бывает страх. Страх за близких людей. Я встречала такое, что есть страх за близкого человека. Это я боюсь, что уехать от родных и близких. Почему? Потому что я боюсь их смерти. Я боюсь. А в карте стоит именно это. Поэтому здесь тоже вот надо рассматривать именно по карте. И поэтому кладовка – это то, что когда-то у вас что-то было. Или это что-то старое. Вы можете это достать. Это может быть со временем. Оно скрыто от всех глаз. Еще или в этой жизни оно не проявилось. Проявится может следующий. Или попозже в какие-то года. Вот если вы уже открыли, смотрите. Рядом с вами будут события, которые идут к вам из прошлого.